друзья привет в этом видео продолжаю рассказывать за фишки на оболочке миюай для телефонов сяоми первая фишка возможно кто-то не знал отложенные уведомления если мы опустим шторку вниз здесь у нас отображаются уведомления если мы возьмем уведомление и сделаем свайп вправо то она закроется об этом все знают но не все знают если сделать свайп влево здесь будут доступны настройки и также отложенное уведомление можно нажать на часы и выбрать время через сколько напомнить данное уведомление следующая фишка закрепленные сообщения заходим сообщение если вы с кем-то общаетесь чаще всего и у вас много сообщений то удобно закрепить сообщение смотрите как это сделать зажимаю и здесь есть кнопка закрепить нажимаю закрепить и мы видим верхнем правом углу у нас треугольник синий это означает то что закрепленное сообщение и оно будет находиться в самом верху давайте вот допустим я еще хочу второе сообщение также закрепить зажимаю и выбираю закрепить все эти абоненты у меня закреплены они будут самом верху и если я часто с ними буду общаться то это очень удобно если у меня очень много сообщений открепить его очень легко также зажимаем и нажимаем кнопку открепить также если у беспроводной телевизор с вай фай то можно подключить телефон сяоми и играть в игры удобно показать фотографии можно рабочий стол трансляцию видео с youtube а с камеры давайте покажу как это сделать для этого я захожу в телефоне в настройки захожу в дополнительные функции далее беспроводной дисплей включаю эту функцию все система у меня находит телевизор нажимаю на телевизор и как мы видим на телевизоре идет подключение к ми фону все пошла трансляция рабочего стола на телевизор интересная функция не правда ли если вы не знали об этом не забудьте поставить лайк этому видео поехали дальше функция картинка в картинке для того чтобы ее включить я захожу в настройки и в поиске настроек ввожу картинка в картинке как мы видим у меня нашлась картинка в картинке захожу в это меню и здесь приложение которые я хочу чтобы работали картинка в картинке если стоит да то это уже приложение будет работать картинка в картинке но имейте ввиду что youtube работать не будет только если у вас премиум аккаунт в обычном аккаунте даже если включено этот режим не работает все остальные программы работают после того когда я проверил включение приложений мне остается перейти на рабочий стол и допустим смотрите у меня есть vlc player я в него захожу нажимаю кнопку меню захожу в настройки и здесь есть режим фоне пип захожу в это меню и проверяю чтобы у меня стояла функция воспроизводить видео в режиме картинка в картинке да она у меня здесь стоит все я убедился что здесь у меня включена эта функция возвращаюсь предыдущее меню запускаю видео смотрите нажимаю кнопку свернуть как мы видим у меня в маленьком окне свернулась видео и то есть я могу делать какие-то действия на телефоне и смотреть превью видео я могу его переместить в любое место в любой момент при желании я могу нажать здесь есть управление пауза перемотка можно полностью закрыть можно сделать на весь экран вот так вот это работает в картах тоже это очень удобно если вы идете можно в картах запустить и в миниатюре также смотреть и что-то печатать единственно карты будут работать тогда когда вы построите маршрут и нажмете кнопку в путь далее друзья многооконный режим допустим я могу взять разделить экран на две части допустим запустить ролик и что-то конспектировать это очень удобно я этим пользуюсь и рекомендую как это сделать сейчас я вам расскажу давайте все сверну и покажу более наглядно смотрите я беру открываю одно приложение и второе далее и все сворачивая далее нажимаю кнопку многозадачности и у меня эти приложения в миниатюре далее нажимаю на это приложение зажимая и у меня здесь смотрите есть вот такая вот иконка два окна нарисованы я нажимаю на эту иконку все на пол экрана у меня отправилась это приложение далее мне остается нажать внизу для выбора приложения второго здесь я смотрю у меня есть youtube до выбираю второе приложение и все у меня вверху идет заметки внизу youtube и вот так я могу работать допустим я открываю ролик а вверху я буду делать какие-то пометки и конспекты можно это все дело свернуть и вверху у меня смотрите есть шторка где я могу опять вернуться опускаю эту шторку и все смотрите у меня опять разворачивается два приложения также если я захочу приложение раскрыть опять на весь экран я беру посередине на эту отметку и опускаю вниз все у меня открывается приложение на весь экран вот так вот это все просто работает на этом все друзья если что-то узнали новое не забудьте поставить лайк этому видео подписывайтесь на мой канал если вы знаете какие-то полезные фишки пишите их также в комментариях я сниму на эту тему видео всем удачи всем пока